Мир вокруг нас очень разнообразен. Все объекты, которые вы видите сейчас на экране, ученые называют телами. Это и Солнце, и все составляющие Солнечной системы, кометы, астероиды, планеты, спутники, метеориты. Куски горных пород и минералов – это тоже тела. Растения, животные, человек – тоже тела. Даже диск, который крутится в вашем компьютере, тоже тело. Все тела живой и неживой природы, все изделия, то есть то, что было создано не природой, а человеком, состоят из веществ. Железо, стекло, соль, вода, полиэтилен – все это вещества. В природе вещества находятся в трех состояниях – твердом, жидком, газообразном. И могут переходить из одного состояния в другое, в зависимости от условий окружающей среды. Такие состояния вещества называют агрегатными состояниями. При изменении температуры вещество может переходить из одного состояния в другое, то есть лед, жидкая вода и пар – это агрегатные состояния воды. В большинстве случаев вещества встречаются в виде смесей. Иногда это хорошо заметно даже невооруженным глазом. Например, глядя на кусочек гранита, можно сказать, что он состоит из смеси веществ. Вещество состоит из мельчайших частиц, которые в свою очередь состоят из атомов. Сейчас известно 110 видов атомов. Определенный вид атомов называется химическим элементом. Различные сочетания разных видов атомов между собой порождают все многообразие окружающих нас веществ. Так, если объединяются два атома водорода и один атом кислорода, то образуются молекулы воды. Молекулой воды ученые называют мельчайшую частицу воды. В стакане воды много триллионов таких молекул. Если же объединяются два атома кислорода, то образуются молекулы вещества кислорода, так необходимого нам для дыхания. Если в состав веществ входят атомы одного вида, то такие вещества называют простыми. Вещества, состоящие из частиц, образованных атомами разных видов, называют сложными. Например, вода, углекислый газ. В результате реакции из простых веществ железа и серы получено новое сложное вещество, сульфид железа. Субтитры создавал DimaTorzok